Привет всем из самого центра Москвы! В общем, сегодня я вам покажу праздничное оформление и украшение торговых центров, двух центральных торговых центров, главный универсальный магазин и центральный ГУМ и СУМ. Итак, Москву начинают постепенно готовить к новому 2022 году. Это будет год голубого водяного тигра, уходящий год белого металлического быка. В общем, торговые центры украсили. И я начал с самого главного, с того, что построили в конце 19 века, главный универсальный магазин ГУМ, Красная площадь, дом 3. Я снимаю ГУМ внутри не первый раз, в этом году я его снимал, во время китайского Нового года и на Масленицу. На первом видео еще в феврале были остатки новогодних украшений, но сейчас все равно этого будет побольше, так как не было уже елок в феврале, в первую очередь выбирают елки, а остальные композиции их оставляют почти до весны. Сейчас будет и центральная главная елка на улицах украшения. Степенно появляются, но, знаете, конечно, в первую очередь начинают торговые центры. В парках еще ничего нет. Сегодня пятница, 3 декабря, до Нового года ровно 4 недели. В этом году, кстати, еще впервые украсят парк Яуза на северо-востоке Москвы. Его до этого никогда не украшали. Как видно, здесь красотища, снежинки, разные конфигурации разных размеров. А это только первый этаж. Красота здесь очень большая. Здесь аж три этажа. В часа, конечно, будут приезжать туристы. В первую очередь вокруг ГУ много достопримечательностей. Я их показывал много раз. Сейчас вместе с этим готовили ГУ-каток с ГУ-ярмаркой, а также ГУ-каток на ВДНХ. Это все сделали еще в конце ноября. Высокая елка. Самая высокая ель обычно бывает на Глубянской площади. Я показывал ее в прошлом году, в конце декабря. В 2019 года. У меня на канале есть целый плейлист новогодней праздники. Там много видео, которые посвящены новогодним событиям и мероприятиям. Это может быть не обязательно. В основе праздники от до и после них. Главное, что зимой. Пятая зима на моем канале. Ну, с каждым годом видео все больше и больше. Центральная линия государственного универсального магазина. Ну, это подсветка инсталляции, позиции. Все это вместе, как сейчас есть, будет радовать москвичей до старого Нового года. Потом это будут постепенно разбирать. Велосипеды. На Масленицу так украшали. Губ, там были велосипеды. Я показывал это. Это было в марте этого года. Каждый год главные достопримечательности Москвы украшают по-разному. Где-то, конечно, это все может повторяться, но не везде. Если здесь находиться и снимать видео каждый год, то эту разницу можно заметить. Даже я ее заметил уже на второй раз. Скоро у Гума будет юбилей, но не в следующем году, а в 2023. 130-летие. Чем даже чтобы пройтись по одной линии, этого уже, в принципе, достаточно, чтобы досмотреть и насладиться всей этой красотой. Я сейчас пойду в следующий торговый центр тоже центральный. Улица Петровка, дом 2. Это ЦУМ!